Приветствую всех на своем канале. В этом видео я буду делать малобюджетную елочку, очень оригинальную, по-своему красивую. Вы можете также подключить к этому своих деток, и я думаю, им тоже будет интересно делать такую елочку. И что нам для этого понадобится? Фольга, ножницы, картон и вот такая новогодняя нить из бусин. Она есть в любом магазине, практически стоит копейки, особенно на сегодняшний день. И, естественно, клей. Клей момент, либо какой-то еще крепкий клей. У меня горячий клей, пистолет. Так как картона у меня нету, что я сделала, как вышла из этой ситуации? Так как я плюшкин, у меня осталось с под коробки, ой, с под такого вот сухого завтрака. Эта коробочка я вырезала две стороны широкие, склеила их скотчем. И теперь из этого картона я буду делать конус для нашей елочки. А, ну да, ну естественно, нам понадобится скотч для того, чтобы сделать конус. То есть скотчем его замотать, чтобы конус держал форму. Итак, как я делаю конус? Мы делаем вот таким вот образом складываем. Как бы делаем вот такой вот пакетик. Знаете, как для семечек. И подбираем такую нам нужную форму. Можем делать уже, можем делать шире. И когда мы определились с формой, мы скотчем заклеиваем. Смотрите, я вот так вот приметила себе конус. Кусочками скотча я приклеила. Теперь я обмотаю, да, немного, чтобы она все-таки держалась крепче у нас, не расплелась. В итоге то замотаю скотчем по кругу. А вот это я лишнее отрежу. И вот такой вот конус у меня получился. Я его обмотала скотчем. Возможно, немного неаккуратно, но это ничего страшного. Смотрите, чтобы он у вас стоял ровно. От этого будет зависеть, будет ли у вас кривая елочка или нет. Если будет немного кривовато стоять, это все можно будет легко исправить. Я покажу, как. Что мы дальше делаем? Теперь берем фольгу. Примерно отрываем такой кусочек фольги и делаем из него шарик. Вот такими легкими движениями руки у нас создается вот такой вот шарик. И мы его так вот немного приплюскиваем. Примерно такой вот небольшой шарик, который мы будем приклеивать к конусу. Будем таким образом создавать нашу елочку. Нижний ряд, конечно, будет больше, крупнее такие вот шарики приплюснутые. А дальше будем делать уже меньше диаметра шарики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Смотрите, также нам нужно конус наш обклеить фольгой. Я уже приступила тут, немного вырезала нужное количество нам фольги. И просто клеем, приклею. У меня горячий клей-пистолет, вы можете клеем момент сделать это. Приклеиваем, чтобы не было видно нашего конуса из пластмассы. Сейчас я это все обклею, и будет у нас конус уже покрыт весь фольгой. Теперь не видно картона. Дальше я в основании приклею вот такую вот колбаску из фольги, что сделает более устойчивую нашу будущую елочку. И вот у нас получился такой вот конус, обмотанный фольгой с колбаской в основании для устойчивости нашей елки. Теперь мы можем начать приклеивать основной элемент, основное украшение, так сказать, к нашей елочке. Сначала мы начнем с самого нижнего ряда и будем приклеивать большие такие вот шарики к нашей елочке. Давайте я вам покажу, как это все будет происходить. Так, я наношу клей на шарик и приклеиваю к самого основания. Горячий клей очень быстро схватывается. Возможно, с клеем-моментом немного больше вам нужно поддержать будет для фиксации. Если вы работаете с горячим клеем, то детей, конечно, лучше к нему не подпускать, потому что он действительно очень горячий и может обжечь пальчики. Поэтому, дорогие мамочки, следите за тем, чтобы детки ваши не тянулись к горячему клею пистолету и не обожглись. Можете своим деткам поручить очень легкое задание это отрывать фольгу и делать шарики. Вот после чего, конечно, вы эти шарики будете приводить в нужную форму для того, чтобы сделать красивую елочку. Конечно, можно эти шарики заменить конфетами, что деткам будет еще интереснее делать такую елочку. И более интереснее и приятнее разбирать эту елочку на Новый год, чтобы можно будет ее съесть. Такую вот красавицу. Все вместе с вами приклею. Первый ряд. Потом я поставлю на ускорение, чтобы не так все медленно это все происходило. Такие приплюснутые шарики у меня получились. Вот. И все это я отклею нашу елочку. Елочка будет такая красивая. Смотрите, первый ряд у нас уже готов. Я его отклеила, у нас получилось 10 таких вот шариков. Я начала второй ряд диаметром уже меньше. Положу вот так вот, чтобы посередине шахматной доской укладывались у нас шарики. И следующий тоже вот так вот. Я, видите, прикладываю. И старайтесь сделать так шарики в таком диаметре, чтобы следующий ряд шарики как можно плотнее друг к другу ложились. И вот такая вот красота у нас будет дальше. Так каждый ряд за рядом меньше-меньше диаметром мы делаем такие шарики. Что, поехали дальше? И вот что у нас уже получилось. Я сделала 4 ряда такими плоскими шариками из фольги. По идее, я хотела сделать всю такую елочку в таком стиле, такими плоскими шариками заклеить до самого верха. Но, передумала. Такое тоже бывает. Я вот уже примерять, как я буду дальше украшать нашу елочку. Я буду вот эту ленточку нить из бусин новогодних приклеивать посерединке. Тут, возможно, я тоже приклею маленькие шарики из фольги. Ряд, а может два. Дальше у меня также будут бусинки новогодние беленькие. И, наверное, к самому верху. Думала я над верхушкой какую сделать. Тут у меня видно, что неаккуратно сделано. Да, и я думала ее закрыть вот таким вот шариком. Но мне почему-то эта идея не очень понравилась. Я решила, что я выровню все-таки верхушку. Вот такой вот маленький конус я сделаю для верхушки. Склею его тут. Выровняю нашу верхушечку. Тоже вмотаю ее фольгой, чтобы не видно было картон. И до самой верхушки заклею такими вот новогодними блестящими бусинками. Основание я тоже буду украшать бусинками. Ряд такой синий и блестящий белый. Будет очень оригинально, красиво смотреться. Ну что, я продолжаю дальше создавать красоту, а вы наблюдайте, как это все у меня получается. Это все. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok так вот окрашиваю там где бусинки я стараюсь их не цеплять чтобы бусинки тоже у нас оставались своем цвете и блестели где попадая на бусинку надо вытереть сейчас я нанесу первый слой подожду пока высохнет буду смотреть нужно ли нанести еще один устраивает ли меня чтоб только был один слой тут где на бусинку попала я вытираю сейчас посмотрим как будет выглядеть один слой краски на нашей елочке когда он высохнет пока поставлю на паузу смотрите одну сторону я уже покрасила и она выглядит вот так вот где-то проблестывает у нас фольга смотрится как-то интересненько необычно теперь давайте сравним с той стороной где не покрашена вот а вот так вот выглядит не покрашенная сторона принципе можно оставить и так мне хочется немного этот блеск все-таки убрать чтобы она не так сверкала фольгой я ее приглушила белой серебряной краской чтобы она такая более нежная была зимняя снежная конфетка на и как идея для следующей елочки можно взять на такой конус приклеить конфеты которые подходят больше по форме своей дам обертке фольге может шарик может в треугольник про можно было бы приклеить конусу и получилось бы елочка из конфет сейчас я ее закрашу полностью и уже сниму вам конечный результат и она будет рядом стоять с другими поделками новогодними и красиво светится гирляндами ну вот наша елочка уже готова полностью я ее покрасила одним слоем серебристой такой светлой краской она уже высохла и вот такая собственно красавица и получилась действительно немножко такая гламурненькая необычная елочка идет в мою коллекцию очень кстати красиво смотрится рядом с подсвечником который я делала тоже своими руками у меня уже тут скоро в моем новогоднем уголке не будет места так как я еще планирую сделать подсвечники и еще хотя бы две елочки ну вот смотрите вот такая красота примерно 37 сантиметров в высоту надеюсь ребята вам понравилось это видео понравился такой мастер-класс необычной елочки пробуйте тоже делитесь в комментариях что у вас получилось если вы еще не видели видео как сделать елочку своими руками из елочных игрушек вон она там сзади стоит обязательно посмотрите также как делается этот подсвечник у меня есть видео и видео как я делала эти снеговички называется но снеговик за полдвижения тоже обязательно посмотрите она очень интересно вот такая вот елочка ну красиво необычно на этом все ребята подписывайтесь ставьте лайки вас впереди ожидает еще много интересных поделок все до новых встреч пока пока что это и и и и и и и Продолжение следует...